Меня зовут Лида, я руководитель школы социального волонтерства. У меня есть очень небольшой опыт по сегодняшней теме. Я не так много общалась с неговорящими людьми, но такой, я бы сказала, незабвенный опыт. И мне очень хочется пообщаться. Ну, послушайте, как это вообще бывает в вашей жизни. Мне кажется, это полезно в любом случае. Как-то важно. Это прообщение. Вот когда вы общаетесь без слов, это действительно прообщение. Когда вы общаетесь со словами, это еще вопрос всегда лишь прообщение. Вот как-то так. Я передаю слово сначала Алене, которая Лалей, которая у нас инициатор вообще нашего спорта. Спасибо. Приветствую всех, друзья. Я хотела поделиться. Вот прям, вы знаете, после наших встреч в Даниловцах, я поняла, что очень хочу поделиться своим опытом, и что это действительно может быть кому-то полезно. И у нас дочь, ей 17 лет, Полина, и она общается, ну, не так, как привыкли мы, да, в своем обычном понимании, вот как Лиза сказала, словами. Это может быть много разных способов, но не такими словами, как мы. При этом я не говорю, что она неговорящая, потому что она реально общается. Всё понятно, в общем. Да, и когда я, ну, не всегда, честно говоря, не всегда. То есть даже я, являясь мамой 17 лет, я не всегда могу понять. Поэтому если вдруг вы не понимаете того человека, который не общается словами, не расстраивайтесь. Это даже, ну, как бы, это естественно для всех. Но хочу вас поддержать, что ваше желание понимать, да, и ваше желание общаться с теми людьми, которые не общаются традиционным образом, это очень важно и очень дорогое такое сердечное желание. Я, когда объясняю кому-то, ну, знакомлю кого-то со своей дочкой и объясняю, как общаться, первое, что я, как бы, предлагаю, это поставить себя на место человека, который не может говорить. В нашей семье у меня есть муж и сын, который старше дочери на три года, и из-за того, что я основное время с ней провожу, у нас какая-то особая связь есть, да, и особое понимание. То есть мне приходится свою семью тоже обучать общаться с Полиной. Вот, и когда они, ну, не понимают, я говорю, поставьте себя на её место, поставьте себя на место человека, который не может сказать и не может показать, типа, хочу вот это, да, просто лежит. О чём-то думает, о чём-то мечтает, чего-то хочет, в чём-то нуждается и не может это произнести. Как вы будете действовать в этой ситуации? Я вот прямо сейчас пробую. На первой реакции так хорошо. Простите. Ну, это хорошо, когда нет каких-то основных потребностей, да, когда ты думаешь, сказать или не сказать, там, посижу, помечтаю, а когда это острая потребность в чём-то. Например, тебе неудобно лежать, или тебе нужно попить, или, ну, например, да, ты хочешь пить. Вот как ты можешь об этом заявить? А что, что есть? Глаза двигаются? Глаза двигаются. Мимикой есть. Есть голос, который не скажет, хочу пить. Можно скажу немножко, как я это делала? Я клала руку вот так вот на грудь и задавала медленно вопросы. И очень меняется дыхание, когда человек понимает, что ты спрашиваешь. Всё равно, как пить, он понимает, что ты спрашиваешь у него. Сейчас вопрос, Алена. Как бы ты сказала в этой ситуации? Как бы ты дала знать сама? Дышать бы стала быстрее. Но, опять же, ты стала бы быстрее дышать, если бы тебе задавали вопросы, правильно? А для того, чтобы кто-то задал тебе вопрос, тебе нужно привлечь чьё-то внимание. Крик. Я бы включила сирену. Точно. И первый момент коммуникации, если есть такая возможность, я не знаю, может быть, не все люди даже это могут, каким-то образом привлечь внимание. И это может быть голос, это может быть какое-то хаотичное движение и даже спазм, на что кто-то может среагировать, кто рядом, и прийти, и тогда уже задать вопрос. И спасибо, что ты поделилась про дыхание. Да, это тоже важно. И вы знаете, для меня большим откровением была художественная книга, которая называется «Привет, давай поговорим». Читал кто-нибудь из вас такую книгу? Это история девочки, которая была сильно ограничена физическими возможностями и не могла говорить. У неё было ДЦП. Но в какой-то момент она научилась печатать на компьютере. И благодаря этому появилась книга, которая описывает её в том состоянии, когда она не могла говорить и не могла печатать, как она себя чувствовала, как она воспринимала мир, как она жила, как она общалась. И вы знаете, удивительно, там такой момент описывается, что даже когда звучала музыка, вот она, например, очень любила кантри, у неё было такое впечатление от этой музыки, как будто лимонад разливается в воздухе. И объясняет, вот она описывает такие моменты, когда, например, она устроила скандал в магазине, вот как Лида сказала, «Сирена», да? А оказывается, это была история о том, что она смотрела новости по телевизору и увидела, что какие-то игрушки признали вредными для детей, их отозвали из магазинов. Но когда она с мамой была в магазине, она увидела эти игрушки на полке. И она пыталась, устроила вот там просто, кричала сиреной, и мама не могла понять, в чём же дело. И я понимаю, что понять это в принципе невозможно, да? Потому что человеку может, ему может быть неудобно сидеть, ему может хотеться в туалет, пить, есть, хотеться какую-то игрушку. То есть вариантов очень много, да? И только потом, когда она это описала, это можно было понять, что вот она кричала о том, что здесь опасные игрушки, которые надо изъять срочно. Вот. Очень рекомендую, очень интересный. То есть какой-то, знаете, особенный новый взгляд изнутри, да? Как чувствует себя человек в такой ситуации. Если то, что касается нашего общения, моя дочь привлекает моё внимание криком, опять же, да, или каким-то там стуком, ну, это хаотичный стук, да? Это не то, что взял, постучал там в дверь или в стенку, как обычно мы привыкли. И вот тоже, да, эта книга, хотя, наверное, и нет. Короче говоря, момент в том, что мы можем узнавать о том, кто о чём думает, да, через слова. И мы выносим какое-то мнение и суждение об умственных способностях человека, да, по тому, как он говорит. И вот я хочу вам сказать на своём опыте, что это совершенно неправильно, потому что человек, который не говорит, может быть очень умным и очень взрослым и очень несообразительным, но просто мы не можем, из-за того, что он не может нам об этом сказать, мы об этом можем не догадываться. И в какой-то момент я рассказывала на какой-то нашей встрече, что был такой человек, как Глен Доман, и он придумал систему как раз реабилитации людей с ограниченными возможностями, и он разработал методику чтения и как обучать людей математики. И сначала это было направлено на людей после инсульта, чтобы возвращать их к жизни. Потом эту методику адаптировали и для детей, и с ограниченными возможностями, и потом уже и для раннего развития. И кто знает, это начинается всё с того, что есть такие карточки со словами, когда ты показываешь карточку и говоришь «Привет», или показываешь яблоко, говоришь «Яблоко», и человек учится соотносить слова с предметами. И, допустим, те, кто работает в интернатах, я подумала, что можно тоже этим пользоваться, но самое первое, самое основное – это когда можно сделать такую карточку, где написано «Да» и «Нет», потому что это такие простые вопросы, на которые человек может дать ответ даже глазами или, например, у меня дочь, она моргает выразительно. У нас такое есть выражение, когда она не просто моргает, потому что физиологический процесс, когда её спрашиваешь о чём-то, и она думает, и потом так вот выразительно моргает, что ты не можешь воспринять, что это просто хаотичное движение, что это точно ответ на вопрос. Вот. И я, к сожалению, не нашла… Алёнь, а она моргает «да» или «моргает» «нет»? Моргает? Или вопрос задаётся вот таким, что там… Да, это особое умение выстраивать вопросы, когда ты можешь спросить и не получить ответ, потому что это, например, не «да» и не «нет», да? А это «я не знаю» или «я подумаю» или что-то ещё, и тогда ты начинаешь задавать вопросы по-разному для того, чтобы получить свой ответ. Вот. Но у нас, например, есть такие кнопки, на них написано «да» и «нет», и, ну, это вместо карточек, да? Или можно, опять же, вот так напечатать на картоне «да» и «нет», и это тоже очень облегчает общение. Вот. Или, например, вот эти кнопки, они говорящие. Да. Да, то есть я записала своим голосом, это я просто потом ещё наклеила сюда тоже, подписала, чтобы самой не путаться. Вот. То есть кто-то может нажать на кнопку даже, да? Вот люди, у которых руки такие работающие, может нажать «да, нет, здесь батарейка одна выпала, поэтому не работает». Вот. А кто-то может только посмотреть, да? И если я вот, допустим, вот так поставлю две кнопки, видно, что у человека взгляд идёт сюда или сюда, да? И ты можешь, опять же, даже по движению глаз понять, да или нет, там, хочешь ты пить? Или хочешь ты есть? Или хочешь ты в туалет? Вот. И раз уж я начала про кнопки, ещё есть такие кнопки. Здесь записывается голосом, ну, всё, что ты хочешь. То есть ты можешь даже, я не знаю, викторину проводить, да? Например. Например, сейчас я её выключила. Любое предложение можно записать и озвучить. Это кто-то из наших волонтёров записал своим голосом, да? Он хотел узнать, нравится или не нравится. Вот. А это уже выключила. Да, то есть вот дала девочке, которая была с Полиной на мероприятии, чтобы она могла понять, когда ей позвать Мау, чтобы она, ну, могли как-то выстраивать эту коммуникацию. Есть вопросы по поводу того, что я уже сказала? Потому что у меня тут много всяких средств подручных, которые я буду показывать ещё. У меня чисто технический вопрос. Это как-то с телефоном по этому, по блютусу, или это чисто она сама по себе, и можно на неё уже сразу записывать? А, на кнопку? Да. На кнопке нажимается она и записывается любое... А, сразу же? Да, просто на саму кнопку. Класс. А где её можно купить? На Озоне есть? Я вот только что нашла на Озоне. А, класс. Да, не перепутайте. Вы знаете, вот такие кнопки, они бывают просто... Вот мы попросили подарить нам... Друзья нам подарили, заказывали на Алиэкспресс, и там просто какая-то безумная музыка и звуки. Но это тоже может быть интересно, но там самые разные звуки были. И потом мы второй раз покупали кнопки, которые просто с записью, да? Как-то нужно это понять. Вот, например, да. Что? Алена, а как... Как Полина начала понимать, что именно вот эта кнопка – это да? Ну, то есть как связывалось вот подтверждение с кнопкой, с... Не, ещё как-то надо спросить, я не понимаю. Ага. Ну, когда я ей показываю, да, и говорю, вот если ты хочешь... Ну, согласна, что это да, да, ты смотришь сюда. Она розовая. Твой любимый цвет. Вот, ну, наверное, самое первое, вы знаете, с чего началось наше общение, именно общение, да, не просто, как это говорится, решение каких-то... Угадывание потребностей. Потребностей, да, а именно общение с моего понимания того, что она может всё понимать, да? Потому что когда ты смотришь на человека и думаешь, он ничего не понимает, это сразу ставит большой крест на вашем общении. Когда ты смотришь на человека и думаешь, как интересно, о чём она думает, да, а как она может рассказать, как она может поделиться, вот тогда самое начало, да, как есть большая-большая история, начало этой истории о том, чтобы начать общаться и что-то узнавать. Есть, вот у нас, например, есть вот такая таблица с едой. Я её сделала сама с картинками, да, и я узнаю, что она хочет есть. То есть есть, например, мама, я со многими мамами общаюсь, они просто кормят своего ребёнка. Что приготовили, то покормили, как бы и всё, у них даже вопроса нету, а что она хочет или он хочет, да? Вот. Я сама так не могу, меня мама кормила, как у меня завтрак, выходные переходил в обед, обед в ужин. Вот. И я учусь есть именно то, что хочется. И поэтому для дочери мне тоже это было важно. Поэтому у меня есть вот такая, такой лист бумаги фактически, да, и я спрашиваю, что ты хочешь? И она показывает мне глазами. Ну, пальцем ей очень сложно показывать, она может пальцем показать, потом будет спать. То есть только сил уходит на то, чтобы показать пальцем, то после этого засыпает. Да, да, поэтому гораздо проще показать глазами. Вот она показывает, например, да, вот это завтрак. Каша, омлет и так далее, да? И я тогда иду и готовлю ей то, что она хочет, то, что она выбрала. Вот. Есть такие карточки ПЭКС. Наверное, вы слышали, да, про такие карточки. Здесь... Такие карточки, которые на липучках, и можно выстраивать предложения, да. Можно так же пользоваться вот этими, ну, как вот эта таблица, а можно составлять какие-то предложения. Ну, вот для детей, которые могут руками это делать, да, они могут сами вот эти карточки выставлять в том порядке, в каком они хотят, да, для того, чтобы, ну, объясняться тоже. И у нас самая основная сложность с тем, чтобы учительницу обучить этим пользователям. А в чём сложность для учительницы? Ну, ей сложно пользоваться всем этим. То есть к Полине приходит учительница, да, и я говорю, для нас самая основная задача – это коммуникация, вот, но для неё это сложно, поэтому она предпочитает сводить это на минимум. Ну, то есть говорить уже как… Говорить как в школе, да, пришёл и следить, слушаешь урок, независимо ни от чего. Вот, я не буду это подробно рассказывать, ладно, если потом у вас будут вопросы, я к этому вернусь. Вот, ещё компания «Умница», ну, не сочтите это за рекламу, да, у них есть вот такие книжки интересные, тоже они для обучения чтению используются, и работают они так, когда ты перелистываешь и озвучиваешь. Ну, это история про апельсин, мы делили апельсин, да, и она читается так, мы делили апельсин, много нас, а он один. И, опять же, да, человек и слушает, и интересно, вот кто-то проводит игры с детьми, и можно также привязывать к этому слова. Вот, ещё, это ещё не всё. Если вы пользуетесь планшетами, есть такой очень интересный человек, его зовут Иван Бакаидов, он сам с ДЦП, и при этом он, как бы очень-очень сложная у него речь, но он программист, и он создаёт для наших детей и для себя такие интересные приложения, которые тоже помогают в общении. И есть такое приложение, оно называется Линка, сейчас я вам покажу, вот, Линка, не видно, да? Не, не видно. Линка. Она, это Линка, она бывает для тех, кто может печатать текст, при этом не говорит, да, для тех, кто, спасибо за ссылку, для тех, кто может пользоваться одним пальцем, и для тех, кто не может. И это вот по примеру карточек, например, да, вот есть еда, здесь можно выбирать, допустим, какие-то картинки, и есть кнопка, которая их озвучивает. Каша. Говорит Каша, да? Вот он говорит Каша. И, например, это приложение, оно бесплатное, его можно установить и посмотреть тоже на его функции, на то, как с ним, благодаря ему, можно общаться. Еще я обещала рассказать про iTracker. Это такая очень непростая история. Вот так выглядит сам iTracker, который с помощью USB прикрепляется к компьютеру или к планшету. Это устройство, которое ловит взгляд, и с его помощью можно управлять компьютером взглядом. И вот опять же, да, этим приложением или другим, которое вот, приложение вот этой вот фирмы, которая это разработала, пользоваться. Но, честно вам скажу, это очень сложно. Я сама садилась у компьютера и пыталась пользоваться глазами. Через 10 минут у меня глаза очень сильно уставали. Вот, это сложно. Но, наверное, это вопрос тренировки, да, когда у тебя нету, не остается других каких-то вариантов. Вот, это тоже хороший способ. Есть компьютеры, у которых встроен вот этот iTracker, и они более легко управляются. У нас нет, мы только получили от школы с большим трудом сам iTracker и приспособили его к своему компьютеру. Это немножечко так, ну, не совсем та история, которая хотелось бы, легкая, это такая трудная история получилась. Вот, и еще, еще самое последнее, хотел вам рассказать такой интересный метод. Может быть, вы слышали про это. Это перцепция. Кто слышал про перцепцию? Это похожая история, ну, чуть-чуть похожая вот про то, что Алена говорила про дыхание, да, но это, знаете, больше из какого-то интуитивного такого видения. И это точно метод, который, ну, не всем, не всем может быть доступен в полной мере, но он очень интересный. Мне научила одна женщина пользоваться этим. Вот, и вы знаете, я, честно говоря, даже не продумала, как я буду вам про это рассказывать. Я пока даже не могу найти в интернете. Это способ, когда можно общаться, ну, можно сказать, мыслями, но только не мыслями в виде слов, а картинками. Мне это очень помогает в каких-то критических ситуациях, например, когда у человека что-то болит, да, и вот как Алена говорит, положила руку на грудь, да, и спрашиваешь, например, да, ну, можно перечислять все органы, чтобы понять, где болит. Вот, а этот способ, он, ну, я так, вы знаете, по-своему расскажу, да, нужно взять человека за руку, закрыть глаза, досчитать до 10, для того, чтобы за это время перестать думать, там, не знаю, о сбежавшем молоке, или о собаке, или о чем, ну, в общем, обо всем, да, о мировых новостях, обо всем перестать думать и настроиться на волну этого человека. И спросить можно, где болит. и тогда, вот я, например, да, я вижу своего ребенка, ну, это я спрашиваю, когда я понимаю точно, что что-то болит, и понять это невозможно, и приезжает скорая, и сидит, и никто не знает, как что выяснить, да, я вижу своего ребенка, и я вижу в каком-то месте, например, в ноге, красное, знаете, как рисуют, да, когда боли рисуют, красным кружочком таким, вот такой красный кружочек, и я понимаю, у нее болит в этом месте, и тогда я понимаю, что я с этим могу сделать. Или, например, мы очень хотели сделать какой-то Полине подарок, и меня муж спросил, что Полина хочет на Новый год, это было 4 года назад. Я говорю, ну, пойдем спросим. Опять же, да, это тот момент, когда ты должен быть совершенно готов именно переключиться на волну другого человека, чтобы понять. И я спросила, я, ну, как вот, я вам рассказываю, да, я взяла ее за руку, я дочитала до 10, и спросила, что ты хочешь, чтобы мы тебе подарили. И я увидела картинку золотистого ретривера. и мы просто ходили в какое-то время на канистерапию, это такая терапия с помощью собак, да, когда собаки обкладывали мою дочь, и она нагревалась, и у нее потом были теплые руки, ноги, и розовые щеки, что бывает достаточно редко, потому что чаще всего холодно. и мы подарили такую собаку, потому что поняли это и увидели, и поэтому это очень круто. Ну, такой простой пример приведу, можно тренироваться, то есть это тот навык, который можно тренировать, и тренировать можно на карандашах. И даже, не знаю, предлагаю кому-нибудь попробовать, кто хочет. Кто хочет? Не бойтесь ошибиться, сейчас я достану просто карандаши, и мы попробуем. А, нам не надо доставать карандаши? Нет. Ага. Надо будет понять карандаш? Попробовать, да, попробовать, увидеть, но вы ни в коем случае не волнуйтесь и не думайте, что если вы сейчас сразу не узнаете, то вам это недоступно, вы можете просто, не знаю, волноваться. Вот я сделаю маленький выбор, это фломастер, я возьму три фломастера и уберу их, и один буду держать в руке. и да, вы не сможете меня сейчас взять за руку, но закройте глаза и досчитайте до десяти. мне кажется, синий. синий. Давайте в чат писать. Было три фломастера, красный, синий и зеленый. Зеленый. а у меня красный. синий. Ольга, увидела зеленый. мне тоже зеленый, кажется, что зеленый. Значит, обе Ольги. Обе Ольги. Мне сначала показалось, что красный, а потом почему-то на зеленый переключилась. А у меня прям так четко красный. А ты знаешь, вы знаете, я сначала хотела взять красный, а потом взяла зеленый. Вот. При том, что вы могли сначала подумать, например, ну, вот кто выбрал другого цвета, подумайте, может быть, это ваш любимый цвет и вы просто выбрали то, что вам нравится. Такое тоже возможно, потому что, когда я первый раз спрашивала про желания, у меня лезли в голову совершенно мои желания, которые я думала, про нее, да, я увидела все, о чем я мечтала в детстве, потом мне стукнули по лбу, я все увидела как надо. Вот. То есть, вы понимаете, да, что это даже вот так можно и это тоже можно тренировать таким простым способом. Можете на членах семьи попробовать. Членам семьи хорошо, у них можно потом проверить. Действительно, ты хочешь именно это, да. Да. Вот. Ну, я вам рассказала все, что я подготовила. Можем двигаться дальше. Вопросы. Вопросы. Сначала вопросы. У меня вот есть вопрос. Можно? А вот вы с ней общаетесь вот на тему только потребностей или вы можете какие-то вообще не затрагивать, ну, достаточно абстрактные там темы. То есть, какие темы, кроме еды, допустим, потребностей, вот еще. мы общаемся на любые темы, как с обычным 17-летним подростком. Мы, допустим, я когда училась на курсах стилиста, это было в пандемии онлайн, я спросила, интересно ли ей, и она вместе со мной смотрела все вебинары, которые я смотрела. и, например, я когда хочу, это Полина проснулась и зевает. Если я, допустим, куда-то хочу пойти, я спрашиваю, хочет ли она пойти со мной в магазин, или она хочет остаться дома, или включить ей кино. И я читаю ей разные книжки по возрасту, да, вот на ее возраст, чтобы вместе можно было обсудить это. То есть совершенно любые, если я за что-то переживаю или о чем-то думаю, я тоже ей об этом говорю. Вспомнила сейчас, что хотела самое важное сказать по поводу взаимодействия с людьми, например, в ПНИ, или в больницах. Сначала, когда, например, я пыталась что-то делать по своему разумению, например, время есть, я еще не поняла, что она все понимает, а нам надо как-то серьезно, глубоко общаться, но она еще была маленькая, я ее хватала и тащила есть. И ей это очевидно не понравилось, и она стала выдавать мне, знаете, такую дистоническую атаку, ну, как судорогу, когда человек просто хаотично начинает двигаться, из какого-то раза я поняла, что это протест. И что на самом деле надо подходить и спрашивать, а ты хочешь есть? ты пойдешь сейчас есть или нет? И мы решили этот вопрос. Конечно, иногда вот так бывало, что я забывала спросить, да, на какой-то своей волне, вот, но то, чему самому важному я научилась по отношению к ней, это ее спрашивать, хочет ли она или даже если нет варианта хочет-не хочет, какая-то там, не знаю, экстренная ситуация, предупреждать, да, что сейчас мы пойдем туда или сейчас мы будем делать это, для того, чтобы человек чувствовал себя человеком, а не предметом, которым можно передвинуть в какое-то другое место. У меня вопрос, наверное, про то же, про примерно, что Юля спрашивала, вот очень сильно меня задел этот пример из книжки, когда человек хотел сказать, что это опасные предметы в магазине, а сопровождающие очевидным образом с его потребностей перебирал. А послание вообще не исходило ни из своих потребностей, да, это было сложное логическое построение, действительно непонятно, как его донести, когда слов нету, потому что это сложно, а смысле, не ради себя, ради других, там, целей. Есть ли какие-то примеры, когда Полина что-то вот, ну, не выбирает из предложенного, а хочет донести что-то свое, что, ну, не выкладывается в, ну, вот, предлагаемый выбор, что-то какое-то новое, и если есть, то каким образом? Какую-то мысль, которая, ну, там, у вас, Алену, полови нету, да, какую-то, вот, что-то такое вне поля выбора. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что из-за своих, знаете, когда у человека нет одной руки, да, он начинает пользоваться второй усиленно, а некоторые даже ногами могут писать картины, то есть развиваются какие-то новые способности, вот, у Полины особая способность помещать свои мысли в мою голову, когда, например, я очень люблю ездить на дачу, и потом в какой-то момент я думаю, не хочу ехать на дачу, не хочу, не хочу, и думаю, что это со мной? И потом я понимаю, что это, ну, это не моя мысль, а это та мысль, которая мне хочет донести моя дочь. Или, например, бывает, что мы сидим, ну, поели, и она начинает привлекать внимание. И я смотрю, вроде, ну, покормила, попоила, да, умыла, там, все, что можно, ну, все какие-то основные базовые задачи решила. спрашиваю, что тебя, может быть, положить? Она говорит, да, ну, дает мне понять, что да, а на самом деле у нее просто застряла нога, ну, в коляске, да, нога попала в такое положение, что только при предложении ее положить я нахожу этот момент. Угу, 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 да, это еще хитро, да, сложно и хитро, спасибо. Алена, еще какие-нибудь вопросы? А Насте, Насте, включить надо. А вот по поводу школы, вот вы сказали про эйтрекер вот этот, вот, то есть все-таки организовано, как бы сказать, от государства официально какое-то обучение или все это на ваших ключах? Чисто. Вы знаете, по законодательству школа обязана обеспечить учащегося необходимым материалом, но это полностью лежит на зоне ответственности родителей, чтобы добиться этого. В нашем случае это была достаточно непростая ситуация, когда ты пишешь, приходишь, разговариваешь с директором, он обещает, не делает ничего, ты приходишь еще раз, он еще раз обещает, ты пишешь заявление, да, снова ничего не происходит, тогда ты пишешь заявление в департамент образования, и департамент образования спускает это директор, и тогда директор может быть что-нибудь сделает, и в зависимости от того, сколько у мамы ресурсов, да, чтобы этого добиться, что-то происходит или нет, но нам выдала школа, и поначалу первые два года они заставляли меня сдавать его на каникулы, а потом сменился директор, и они забыли про него. Все как всегда. Но, да, то есть если ты знаешь, что положено, да, ты можешь этого добиться, естественно, но это касается всего, но вот, например, вот этот человек Иван, да, он ну, то есть через какой-то фонд это можно получить, можно обеспечить, и вот то, что они делают какой-то аналог, он стоит совсем не те деньги, которые делают их в Швейцарии, потому что компьютер с устроенным мейнтрекером в Швейцарии стоит больше миллиона, это недоступно. Ну, возможно, от него глаза уже за 10 минут не устает, я думаю. еще раз скажи, полмиллиона. Я думаю, что от этого трекера уже глаза не должны уставать за 500 тысяч рублей. Ну, вот этот трекер стоит порядка там 130 тысяч, вот, да, казалось бы. Глаза устают? Глаза устают, потому что сама система компьютера, да, и поле зрения, которое он предлагает, это большая нагрузка. Потом зависит тоже от приложения, которое устанавливаешь, это все равно нагрузка. Алена, спасибо большое. Отдельный респект Полине, которая разговорила маму, донесла до мамы, что она вообще человек думающий и со своей волей, и со своим, да, так что Полине респект. Спасибо. Оля, может быть, поделишься теперь, ты вот Алена передавала как раз, другая, правда, Алена передавала, но сначала, все равно, сначала хочется Олю, Олю, твой опыт общения с людьми без слов. Это ко мне, да, две Оли, я не вижу, да, 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 ну вот, думала, как мне, эту как бы линию продолжить. Тут же вот, тут была сильная сторона понимания речи, да, а иногда мы сталкиваемся с тем, что и понимание речи затруднено, да, вот, но, наверное, такой, и как раз вот Алена, да, Алена говорила, что иногда же очень трудно понять, что ребенок хочет, и вот дети, с которыми я сталкивалась в такой ситуации, некоторые же очень ругаются, как бы, они возмущаются, ну, как же ты не можешь понять вообще, что ты, что я хочу, и ты мне вот это предлагаешь, вот это, это все не то, то есть вот такие вот трудности понимания, а потом Алена привела пример про коммуникацию с директором, который говорит много слов, да, но коммуникации не возникает, как бы, нужны какие-то другие средства использовать, чтобы диалог состоялся, и вот это вот очень интересно, когда ты хочешь, вот, хочешь, ты хочешь быть в диалоге, но у тебя не хватает средств, а с другой стороны, ты вроде бы как в диалоге, вот как в директор, но он не хочет, не хочет общаться, и всячески, как бы, там другая система, коммуникация, хотя все средства есть, можно было бы договориться, и так далее, вот, и есть, были дети, я вот как бы своего примера привожу, были дети 4-5 лет, которые или говорили очень непонятно, но понимали хорошо, что происходит, и очень трудно, мы прислушивались с педагогами, и не понимали, что же он еще так быстро, быстро говорит, а у нас еще, например, круг, и каждому хочется высказаться, что-то он говорит, и ты что-то не в попад тоже повторяешь, чтобы для других детей перевести эту речь, и ты можешь просто не попасть, и он возмущается, и вот, наверное, прошел, наверное, месяц, мне кажется, с тех пор, когда мы как-то научились понимать, что же это там за слова такие, и ребенок тоже, может быть, стал понимать, что мы стараемся помочь, и, может быть, стал говорить медленнее, или, может быть, у него лучше стало сделать, с дикцией, вот, а еще у нас такой формат, который, может быть, в этом помогал, ну, дети, например, они плохо говорят, и непонятно что, но они могут рисовать, и так как на круге мы рассказывали, ну, у каждого была книжечка, и там какая-то каляка-маляка, и ты можешь каляку-маляку нарисовать, но ребенок, который хорошо говорит, он может что-то рассказать, потом мы это читаем в кругу, и ребенок, который, может быть, чувствует хорошо, но говорит очень плохо, ему тоже хочется поделиться, что же это у него там такое, и вот эти вот книжечки с чтением историй, когда педагог уже может как-то разобрать, ага, вот это у тебя вот это, вот это у тебя вот это, а потом произошло вот это, то есть с такой поддержкой, когда история-то создается, и ребенок, он своим, своей речи, он не может про это рассказать, но педагог показывает его рисунки, картинки, какая-то интересная история, добавляет эмоций, и вот эта история, как бы, проявляется в речи, и в звучании, она становится доступной для других, и для ребенка это вот очень важно, и для окружающих тоже, вот, ну вот, может быть, вот на этом я, наверное, пока закончу, хотя еще хотел такой маленький момент рассказать, про то, что про детей в группе, тоже у нас вот групповая работа, которые молчат, они могут просто быть стеснительными, тревожными, или просто не уметь говорить, да, и, к сожалению, так устроено внимание, если его по-другому не настраивать, что дети, которые молчат, или не могут проявить, ну, как свою сторону, в конфликте позицию, то на них мы внимания не обращаем, вот, и теперь я вот, как бы, свое внимание по-другому фокусирую, что вот если у нас есть группа, и есть дети, они, как бы, очень активные, они, ну, как бы, ты видишь, там жизнь бурлит, и я, как бы, наоборот, фокусирую на детей, которые молчат, которым трудно себя защитить в конфликте, и им больше внимания получается уделять, и тогда, как бы, их жизни проявляется больше, и можно так построить взаимодействие, чтобы поддержать их не в их, как бы, замкнутом мире молчащим, да, а выстраивать эти, ну, как бы, отношения, помогать им быть более такими, не громкими в группе, но более активными и слышными, вот, ну, вот, наверное, так. То есть, это такая специальная перенастройка внимания, да, чтобы видеть и слышать молчащих. Ну, да, да. Класс. Кто-то, может, вопросы, Коля? Опыт СЛП, это вот богатый. Могу вопрос задать. А что делать с теми активными, которые, это время, когда на них нет внимания, они вообще могут все разнести? Ну, как правило, рук хватает у нас, и, понимаете, тут, когда мы распределяем ресурсы педагогов в группе, да, то сначала это безопасность, если есть такие действия, активные, которые могут все разнести, им изначально как бы ресурсы нужны, да, и это не обсуждается. А вот на молчащих иногда бывает, что вроде как и ресурсы и не нужно, а на самом деле нужен. Вот, вот если кратко сказать. То есть это не про то, чтобы совсем увести внимание от тех взрослых, от громких, а про то, чтобы часть внимания поставить на громких, а часть внимания специально привести на молчащих. Да. Ага, спасибо. Кто следующий готов поделиться историями из жизни, как вы понимали кого-то без слов? Алена, которая опарена? Ну, это была такая достаточно интересная вообще история. Это был мой самый-самый первый опыт, когда я пришла в сферу людей с инвалидностями. Я пришла к сестре Милосердия волонтерам. Мне очень понравился один мальчик с тяжелейшей аутоагрессией. Направлено, конечно, все это на себя. Он убивался. Я его все время носила на руках, но до моего сознания, конечно, как можно общаться с такими людьми в тот момент, не то, что это не доходило, я даже представления себе не имела, я даже книжек никогда не читала про таких людей. И вот я его все время держала на руках, прижимая к себе. Почему я начала с дыхания говорить? Потому что первое, что я заметила, что на какие-то мои фразы или на какие-то слова меняется дыхание. И оно постоянно по-разному меняется. Оно замедлялось, оно ускорялось, оно было прерывистым или наоборот вздохи были длинными. И вот так я начала с ним свое общение. Я целый год, проносившая этого человека на руках, научилась его понимать как раз не с полуслова, а с полувздоха. и он в общем-то мне казалось тогда, что меня понимал, хотя у нас были сомнения, у всех педагогов было много сомнений по поводу того, понимает ли Сережа, что я ему говорю. Ну вот я, например, всегда верила в то, что он понимает меня. Да, но год вот мы никак не могли особо прям найти, наверное, никаких таких точек соприкосновений, пока в один прекрасный день я не просто плюхнулась спиной к нему, села на пол и разревелась, потому что я не знала вообще как. И в этот момент я поняла, что сейчас в моей спине просто будет там две прожженные дырки. Я поворачиваюсь, сидит этот молодой человек, смотрит на меня такими глазами, очень осознанными, там, ты что вообще тут развезла лягушек? И вот мы с ним потом очень долго искали вот разные средства коммуникации, очень помогал Макатон. Я показывала жест, показывала либо предмет, либо картинку. Жесты сами не пошли у человека, он не смог их показать, он один только жест научился показывать. Вот, это было да, чему я тоже была очень рада. Ну, обычно он так показывается, а в исполнении молодого человека это был такой кулак, и было радостно. Научились выбирать при помощи альтернативной коммуникации это картинки, пить или банан, хотя вот и жесты Макатон тоже научился он понимать. Если я показывала, там, банан, дальше мы разбирались, да. Ну, не знаю, мне было очень легко, мне до сих пор легко очень общаться с людьми в отделении милосердия, с неговорящими. У меня такое ощущение, что я просто чувствую, что мне говорят или что мне отвечают. иногда даже кажется, что я задаю вопросы в нужное время просто или получаю ответы такие, не знаю я, но мне очень легко с этими людьми вообще находить общий язык. Мне кажется, иногда даже гораздо проще, чем с хорошо говорящими людьми, как вот Алена сказала про департамент и директора, вот там мне сложнее находить общий язык. без департамента. Ну вот альтернативная коммуникация, она, конечно, очень много. Картинки, которые Алена тоже показывала, я использую в работе, причем с разными людьми и даже с говорящими, но с людьми, кто плохо, например, запоминает последовательность действий. Я все равно использую точно такие же карточки, у меня они тоже все напечатаны, все на липучках, это очень удобная вещь. Карточки я уже там ни в ПЭКС не беру, я просто печатаем любые картинки, которые нужны на занятия, в интернете находим, печатаем и их используем. спасибо, Алена, уникальный для нас опыт вообще. Держать руку на пульсе, оказывается, держать руку на пульсе, ты держишь руку на пульсе, ты что-то говоришь, и ты по изменению на дыхание, я думаю, что по изменению пульса ты тоже можешь понять. Ну, там же, да, просто когда рука здесь, ты сразу чувствуешь и дыхание, и сердцебиение, и... Выражение я только сейчас до меня дошло, что выражение держать руку на пульсе, это значит считывать реакцию сразу. Спасибо. Настя, Юля, а если какой-то опыт, вот как, да, Настя, как с неговорящим удается общаться? Да, вот я, конечно, не готовилась и готовилась слушать, но вот то, что мне пришло на ум сейчас, конечно, если сравнивать, то где-то мне проще, потому что у нас дети, они там не говорят, а кто-то что-то пытается говорить, но они могут показывать, то есть я хотела бы выделить, что, конечно, здесь время, длительность общения важна, что с одного раза понимать это, ну, даже профессионалам, наверное, сложно, то есть сколько я вот не общаюсь с людьми, которые с такими детьми там работают, здесь, конечно, время, потому что каждый ребенок все равно по-своему показывает и со временем уже становится понятно. Еще я хотела рассказать недавнее мое наблюдение такое очень классное. у нас есть в группе один мальчик, он очень сохранный, просто, ну, я не знаю, что у него, он гиперактивный, но он разговаривает, все, все как обычно, и оказалось, что у него есть друг, а этот друг не разговаривает, ну, он на макатоне там разговаривает, еще как-то, но он молчит, и оказалось, что они друзья, и вот, и прям случайно я заметила, что можно, если я не понимаю вот того мальчика, который не говорит, то его друг всегда говорит, он злится, и я говорю, что серьезно, и говорит, да, это он так злится, то есть, ну, получается, что вот при помощи друзей, при помощи ребят, других, которые разговаривают, это, конечно, наверное, не самая часто такая история, но мне было интересно, такая интересная была ситуация, когда Леша такой говорит, да он же злится, вы что, не понимаете, сейчас он отойдет, он так всегда, или там, да мы так всегда играем, сейчас он типа, вот, ну, забавно все-таки, и меня, кстати, всегда вот это наблюдение, что дети же понимают друг друга еще до того, как начинают там говорить, или дети, которые говорят на разных языках, они вот тут просто вместе играют, как-то вот друг другу показывают предметы, там, ну, это более, конечно, сохранное отделение, милосердие, ну, я пытаюсь, конечно, просто следить за реакцией, там, смеется, или как-то одергивается, и меня всегда удивляет, вот, разница восприятия волонтеров, и, вот, сотрудников, ну, возможно, это уже, конечно, какое-то такое выгорание, я смотрю со стороны, как они интерпретируют чувства этого ребенка, и я, конечно, очень шокируюсь, потому что, ну, как бы, это неправильно, на мой взгляд, интерпретация, то есть, когда человек боится, они такие, о, весело, сейчас мы тебя довезем, а ребенок там в панике, и, я думаю, что если бы, вот, оказаться в этой среде, и вот, действительно, получается, что неправильное восприятие такое происходит, неправильная связка, вот, ну, это вопрос, это, это они не понимают, что ему страшно, или они понимают, что ему страшно, а, ну, это же так достаточно естественно для воспитателя, ну, когда ты видишь, что ему страшно, ты наоборот говоришь, ой, смотри, как весело, ну, как это, пойдем к врачу, будет не больно, да, я думаю, что, я думаю, что это, это история, когда, ну, по разным причинам, просто они думают, что ребенок думает так же, как они, ну, то есть, это отсутствие эмпатии, получается, такое, что вот, ну, в смысле, ребенку не больно, его там быстро везут, наплевать, что там это было со скоростью света, под каким-то там углом непонятным на каталке, я просто вот, ну, мыслила, пыталась разобраться, почему действительно такая ошибка выходит, то есть, ну, наверное, это просто вот, человек мыслит так, как он, он думает, ну, нормально, значит, ребенку, наверное, норм. То есть, ему весело, весело быстро везти, воспитать любую. да, да, ну, просто, да, вот, и Алена сегодня об этом говорила, что, конечно, особенно, когда мы устаем, начинаешь думать, что вот человек думает так же, как ты, такая вот, эгоцентризм такой какой-то получается, а чтобы таких людей, понимаете, вот, особенных, я думаю, что действительно нужен огромный ресурс, огромное желание это делать, потому что я даже по себе чувствую, что когда я устаю, я вот как-то уже, уже тоже начинаю думать, что, ну, нормально, наверное, он думает так же, как и я. То есть, вот хочется еще этот момент выделить, что здесь действительно нужен ресурс, огромнейший, это не просто такая история, что научился, и все, это постоянная работа, как исследование отдельного человека, потому что все люди уникальны, а эти люди, каждый еще более уникален. Наверное, вот это я хочу закончить. То есть, когда ты ловишь себя на мысли, что он, наверное, думает, ну, вот это вот, как я, и вообще ловишь себя на том, что не очень смотришь на его реакцию, надо пойти отдохнуть. Да, да. Мне кажется, это вот просто надо тоже. Да, Ален, большому букву. Я хочу сказать, что, те люди, рядом с которыми мы находимся, это абсолютно четко чувствуют, да, и важно сказать, то есть, если я устала, и не могу настроиться на волну другого, я, ну, то есть, понятное дело, можно там начинать сердиться, или там что-то, или игнорировать, да, но важно подойти и сказать, знаешь, я сейчас не могу, я очень устала, мне нужно там, не знаю, полчаса. Через полчаса я смогу подойти, и попробую понять, да, в чем момент. Вот, еще, Настя напомнила мне про опыт, как мы с Полиной ездили в лагерь, к детям, это он только, я с Полиной была, ну, как мама сопровождающей, а остальные были обычные дети, без сопровождающих, и очень интересно было, как дети, ну, подходили, знакомились, или там кто-то обходил нас, там, за километр, кто-то подходил, говорил привет, а, и был один мальчик интересный, который подошел, и прям, наверное, ему лет 9 был, говорит, как вы с ней общаетесь, я говорю, ну, вот, вот так, он говорит, еще как, я говорю, ну, еще вот так, и вот так, он говорит, так, это все понятно, как еще, короче говоря, вот я ему, как вам все рассказывала, да, что можно задавать вопросы, можно смотреть на мимику, можно пользоваться планшетом или кнопками, он меня дожал до того, что я ему тоже рассказала про метод перцепции, и он общался с ней методом, то он подходил, спрашивал, и он видел, как какие-то слова описались на доске, то есть это было его какое-то восприятие, и их личное общение, но для меня это было просто что-то удивительное, просто чудо какое-то, что вот какой-то совершенно посторонний ребенок подошел и включился вот в нашу процессу настолько, вот, и, ну, а кто-то, кто мог просто быть рядом, тот был рядом, еще для меня тоже была радость, что дети, вот девочки из нашего отряда как-то так тоже хотели общаться, что под конец я уже даже не возникла, ну, я сама проводила там кружок умелые руки, вот, и они брали Полину и водили ее сами по кружкам без меня и чем там занимались все время, это было тоже классно, и потом, вы знаете, что самое удивительное, по истечении пяти дней они сказали, мы так рады, что ты, Полина, была с нами, это было просто вообще чудо, мне кажется, это нормально, ну, мне кажется, это нормально, как-то это естественно, мне кажется, это как-то в нашей природе соложено, и потом это как-то к старшему возрасту куда-то уходит, ломается, такое естественное, ну, да, ну, вот не говорит, ну, там интересно повыяснять, как, интересно вообще попробовать, Интересно с ней походить. Я теперь хочу перехватить слово на правах ведущих. Я тоже хочу рассказать, рассказать, рассказать немножечко из своего опыта. Первое, что откликнулось, это про распределение ответственности, кто отвечает за то, что коммуникация состоялась. А Толя говорила про детей, которые говорят очень быстро и с нечеткой дикцией, и слова одни другими заменяются, занимаются, занимаются, и ничего не очень понятно, ничего ребенок говорит. И правда, есть разные ситуации, есть, когда ребенок уверен, что твоя ответственность его понять, если ты с первого раза не понял, он злится. Ну, ты облажалась. Он сказал, значит, вывернись и пойми. А я очень уважаю детей, которые разделяют эту ответственность, которые, когда видят, что ты не понимаешь, они пробуют еще раз по-другому, попробовать другое слово, попробовать показать. И я вот таких ребят встречала, огромное уважение. Иногда можно перевести ребенка в позицию соответственного. У меня получалось обратным способом. Вот он говорит, 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 а я ему как раз говорю, ну, прости, я не понимаю. И как мне смешно, это именно это переводит его в ответственность. Я не понимаю. Ну, я дочка, я не понимаю. Ну, я тут туплю. Я не понимаю, что такое. И он тогда берет ответственность мне объяснить. Ну, то есть не ты еще раз скажи, или я не понимаю. И волшебным образом ответственность за то, что поняла я, ложится на него. Хотя до этого у него была твердая уверенность, что это... Ну, я же взрослая, умная. Ну, я должна понять. А когда я сигнализирую, что я тут немножечко не въезжаю, и вообще-то вопрос, кто тут умный, а как-то вот разделяет ответственность. Да, да. Очень сильно было. У меня была такая ситуация. В детском саду, когда мы приходили к дефектологу, и вот на первом приеме, знакомстве, я слушаю, думаю, что-то человек не на нашей волне вообще. Я попыталась объяснить. Приходим второй раз, то же самое. Я сказала, Полина, я не могу здесь быть. Тебе нужно разобраться с этим самой. И первый раз мне ее вывезли через пять минут, потому что она просто заснула. То есть она сказала, я тоже не хочу с этим разбираться. И психолог, ну, дефектолог, и вывезла мне ее из кабинета через пять минут, а потом через десять. Потом их занятие достигло пятнадцати минут. Ну, то есть как-то все-таки они сами находили общий язык. И мне тоже было очень радостно, что мне не пришлось в этом участвовать. Я могла свою ответственность переложить на ребенка. Это его занятие. Пускай сама разбирается со своим специалистом. Хочет, занимается, хочет, спит. То есть как бы меня это уже не касается. И разобрались? Да. Разобрались? Да. Я хочу поделиться еще опытом очень сильным, для меня мимолетным. ДАДИ-15, который, не знаю уж как сейчас называется, куда Юля ходит? ССВ. ССВ. У него же еще имя есть. В общем, мы пришли туда знакомиться в отделение милосердия. Мы просто прошли по палате, просто познакомиться. И был парень лежачий. Он лежал полуотвернутый. Я ко многим подошла, присела, значит, рядом с кроватью, вровень, чтобы примерно быть головой. Я сказала, здравствуй. Вот я Лида. Я пришла в гости. И он так остается отвернутым. Я вижу, а рука лежала отдельно немножко. И я вижу, что рука вот так вот сжимается. Вот просто вот такое движение до сжатия. Я говорю, тебе не нравится, что я к тебе пришла? Ты не хочешь со мной общаться? Ладно, имеешь право. Все, я поняла. И тут рука разжимается, и полуповорот в мою сторону, улыбка. Его поняли. Он действительно не хотел со мной общаться. Он бы мне показал. А, вот Андрей говорит, что вообще было по-другому. Тут есть у меня муж. Улыбка у детей соединила в одного. Я рассказываю. Улыбаться моя начала. Улыбаться мой не надо. Да, значит... Значит, грызть свой кулак. Ты говоришь, что ты... Слышно, не слышно. А уже от меня, не себя, грызть, а не кулак пока. Андрей напоминает, как это было. Вот он не просто сжал руку, он начал грызть свой кулак. А я ему говорю, ну что же ты свой кулак-то грызешь? Если ты хочешь, не хочешь, чтобы я к тебе подходила, если ты на меня злишь, так мне подкажи. Что же ты себя-то грызешь? И вот на этот момент он расслабился и вытемил кулак в мою сторону. О, неприятно. Вот. А улыбался другой ребенок, улыбался Андрей. Да. Да, ну все. А то у нас не на встрече, поэтому мы не дадим тебе рассказать. Вот. А еще я хочу рассказать, что я как игровой терапевт, ну про дети, которые друг друга понимают. Очень правда, очень много понимается за счет эмоций. Вот. Когда ты эмоционально включаешься в общую деятельность, это пусть это будет, вода течет, вода капает. И когда ты испытываешь восторг от того, что вода течет, и ребенок испытывает восторг от того, что вода течет, и вы друг друга поняли. Я не знаю, когда шарик катится по столу, катится, 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 и падает. И вот он замер на этом. И вот. И если ты тоже эмоционально, как ребенок, переживаешь, как он катится, как он застрял на этом крае, и как он сейчас упадет. И вот на вот этом вот. У меня был ребенок, с которым ставили в терапии элективный эмоцизм. То есть он с родителями говорил, а мне с семьей ни с кем не разговаривали. Я с кем не разговариваю, все. Он, честно, со мной продержался, он год не ставал ни с лук. Но это было потому, что он был упертый мужик. Потому что он играл по полной программе. Он изворачивался, он брал на тебя роли всяких животных. В роли этих животных он пищал, рычал, корекал и клакал со всеми возможными интонациями. То есть у него в этом смысле не было проблем донесения. Ну вот через роли. То есть такая эмоциональная сонастройка, она как бы позволяет очень много чего добиться не без слов. И я сейчас нас послушала, и я поняла, что как много у нас опоры на слов, и как часто эти слова мешают. Если возможно, да, эта перцепция, если возможно сонастройка, если на самом деле можно видеть движение глаз друг друга, то почему мы всё это задвигаем, чтобы общаться только словами, а слова изворачиваем, используем не точно или точно как не надо, словами отдаляемся, не приближаемся, выражаем не то, что хочется, а то, что от нас ожидают, насколько правда слово нас девальвирует, с одной стороны возвышенно, а с другой стороны девальвирует. Это некоторое моё ощущение после сегодняшней встречи.